Канал Стаблокожистых приветствует вас. Посидевший от волнения на Евро Гарик Харламов призвал отказаться от футбола в России. Юморист признал, что в футбол играют хорошие ребята-соотечественники, но это не повод им выходить на поле, где нужны профессионалы. Особенно шоумена удивило, что на поле выпускают далеко не юных игроков вроде Юрия Жиркова, которым скоро исполнится 38 лет. Возьмем огромный ключ и закроем этот спорт и просто вычеркнем его из видов спорта, которые у нас есть в стране. Ну не умеем мы в него играть, мы не умеем в него играть, все. Это надо просто признать, мы не умеем в него играть. Это просто данность и все. Сколько нужно обосраться, чтобы это понять уже до конца. Ну сколько раз-то надо. Обезьяну посади за рулем, скажи, езжай от Москвы до Питера, она же уебется в первый же столб. Мы же обезьяну не посылаем, сука, на Формулу-1. А тут че тогда мне? Бразилицы не играют в хоккей. Они говорят, мы не можем и не будем. А мы-то что лезем-то? Мы-то что куда? Ну мы же во всем проиграем, во всем. В тактике проиграем, в скорости проиграем, в мастерстве, какое-то там мастерство. Во всем. Мы в распасовке, в стандартах проиграем. Но мы во всем проиграем. Мы даже вселеволием проигрываем просто. Ну это просто какой-то... Вот евро, пожалуйста, международный аренд. Приехали. Мы, пафос, мы, 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 мы приехали. Мы. 3-0 в первом же, в первой же игре с Бельгией. 3-0. Лукаку даже не вспотел. Он просто ходил по полю туда-сюда. Такой, оп, да, бой, гол. Ему еще, сука, не хватало этого, и кальяна, и девок каких-нибудь вокруг, чтобы ему массаж делали. Чтобы он вообще расслабленный был. Он один хер бы вхолотил что-нибудь. А у нас в первом тайме с ними. Один удар в створ в ворот. Один удар в створ в ворот у нас там. Один. С углового, от головы отскочил мяч. Мяч уже сам заебался. Говорит, дайте я сам, что ли, туда лупанул в створ в ворот. Чтобы хоть что-то полетело туда от нас. И все. И все. Черчесов выходит, говорит, это тактика такая у нас. У нас такая тактика. Тактика у нас. Мы должны были всрать бельгийцам, чтобы потом всю свою мощь саккумулировать и ударить по финнам прямо в Финляндии. Выиграем все. Выиграли 1-0. Вся мощь была. 1-0. Так скромненько мощь была. Но была мощь. И опять все мы. Мы все опять. Жарков вышел на 10 минут. И все, потянулся, уехал домой. В прямом смысле слова уехал. Все, домой. 38 лет человек. Куда его? Ну куда его? Хороший парень. Хороший парень. Все замечательно. Ну куда? Он сам Макаров для нашей сборной. Он старый человек для футбола вообще. У него, наверное, уже остеохондроз шейного отдела позвоночника. Он куда? Его на образуру туда лезет, сука. Против 25-летних лосей, сука. Туда. Иди, беги. Ну поразительно. Футболисты хорошо. Прекрасные ребята все. Замечательные. Но хороший человек. Это не профессия, понимаете? Не профессия. Головин, он играет в Европе. Нормально играет. Нормально играет. А у нас не играет. А почему? А потому что конфета, она в коробке конфет. Она конфета вкусная. А в куче говна, она говно. Ну не собираются у нас все вместе, воедино. Не собираются. Мы давайте у себя здесь будем вариться. Просто у себя здесь будем. На местном уровне что играть? Что-то будем играть. Ну туда не ссуваться пока. Ну ужасно это. Ужасно. В Финляндии 1-0 выиграли все. Мы, мы, мы. Думали сейчас. Видели как мы в Финляндию 1-0 выиграли? Видели Дания, сука? Видели Дания? Давай Дания. Думали сейчас Дания соберется нахуй и уедет обратно к себе в Данию. С этого турнира снимется. Поедет лего собирать, сука, у себя дома. Хер. Нихера. 4-1. Нати. 4-1. И то 11 пенальти нам дали. Пенальти мы забили. Все остальное нет. С игры нет. Общий счет за все наши прекрасные игры 7-2. Просто вот так взяли. Нагнули нас без маски и вперед. Езжайте обратно. Тактика такая. Человек сейчас выходит и говорит 4-1. Это была наша лучшая игра. Лучшая игра была. Это наша лучшая игра была. А худшая когда 100-0 против какого-нибудь, я не знаю, сектора газа, блядь. Какая лучшая, худшая тогда игра-то? Не, ну надо закрыть просто и все. Вон, у нас есть, например, в стране сборная по бейсболу. Федерация по бейсболу у нас есть. Кто-нибудь знает о ничутье? Кто там играет в бейсбол у нас? Какие у нас там достижения? А у них бейсбол все настоящее, все. У них биты есть, все эти мячи там, или кидают их там, бегают, значит, по этим базам по своим там, все-все плюют. Все то же самое. Но кто-нибудь знает нет, потому что никому не интересно, потому что это не наш, не спорт просто, и все. Есть и есть замечательно. Так давайте закроем все просто. На 10 лет закроем лавочку, и все. И скажем так, мы здесь обнуляемся, выращиваем тренеров, выращиваем спортсменов, и все. И через 10 лет мы появимся, будем с вами там конкурировать. А сейчас не надо, сейчас мы так здесь у себя местным будем. Ну, потому что это просто невозможно. Все же нервничают, все. Все болельщики матерят футболистов. Футболисты матерят болельщиков. Тренер материт футболистов. Футболисты матерят тренеров. Болельщики матерят тренеров. Все матерят, у всех нервы сдают, у всех. И без того времена тяжелые, ковидные. Так нет, я вам еще нервов, сука. И все мы нервничаем, нервничаем, и понимаем, что это все бесполезно, бессмысленно. kurzas нам главное выйти из группы потом посмотрим а потом посмотрим что вы прекрасце посмотрели и ладно всякое бывает там счет не счет всякое бывает этот футбол все проигрывали всегда и выигрывайте все великие проигрывали игры нет игры нет пасс назад пасс назад пасс назад пас назад, пас назад, мы все время назад, в ворот, впереди ему все пас назад, пас назад, но в итоге допасовались назад, вон, блядь, этот пас дал, сразу нам гол забили, сразу, естественно, ошибка будет, ну, конечно, все время пасовать назад, и самое главное, ни одного не началось, игрока, который сказал, да ну и вау, он не побежал бы, вот так, как, не знаю, как, камикадзе, блядь, и туда залез сам в ворота, героем бы стал, нет, такого нет, нет, мы просто там, пас назад, если мы проигрываем 1-0, значит, так и будет, либо мы проиграем 1-0, либо 2-3-4-5-6-0, вот так у нас, у нас так, волевой победы не бывает у нас, ну, не знаю, ну что, надо закрывать, давайте закрывать, Черчесов вышел, сказал, после Евро, говорит, а теперь нам нужно собрать сборную, новую сборную, которая поедет на чемпионат мира, нам самое главное на чемпионате мира выйти сразу на Финляндию, чтобы всю мощь на нее выкинуть, всю мощь, а потом посмотрим чемпионат мира по телевизору. Ну все, нормально все, не переживайте. Делитесь видео, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал.